Всем привет! Вы на канале польза ком и сегодня по просьбе моих подписчиков я наконец сравню китайские спортивные часы MS Fit Stratos некогда принадлежавшие концерну сяоми с финскими спортивными часами Polar M14 HR. Сравнение будет долгим и подробным, но смотрите если вы хотите узнать корректно ли отображает пульс датчик ППГ на запястье и есть ли смысл покупать часы за 14 тысяч рублей с нагрудным датчиком, когда можно купить с теми же функциями спортивные китайские часы MS Fit Bip хотя сравнивать я буду Polar с MS Fit Stratos. Наберитесь терпения, я не зря уже год рассказываю о носимых гаджетах на ютюбе и 16 лет любительски бегаю. Чтобы результаты были объективны я три дня бегал одевая эти часы на пробежку от 10 до 13 километров, первый день и те и другие часы были на моей руке, а в следующие два дня Stratos на мне, а Polar на товарищи. И теперь 30 отличий, ёмко, кратко и быстро. Для начала внешний вид, вы можете сказать что на вкус цвет товарища нет, но вы действительно думаете что они выглядят похожими? Стратосы можно надеть даже к костюму, Polar и я бы и на домашние посиделки у друзей одевать бы постеснялся. Это не минимализм, это пофигизм. Разрешение экрана плачет горючими слезами. Конечно стратосы не образец для подражания с их 200 на 320 точками на дюйм, но 128 на 120 точек у Polar это просто позор. А ещё и с учётом того что уровень яркости в поларах не меняется, а в стратосах их аж 6 плюс есть автоматический режим всё совсем печально. И не забывайте про то что у стратосов цветной ёмкостный олед экран. Здесь вы можете вспомнить бипы с сенсорным цветным экраном на 1,28 дюйма и стоят они всего 4000 рублей. Так вот один из основных моментов я сравниваю стратосы м400 по нескольким причинам и основная для меня как всегда их стоимость. Если покупать стратосы с нагруженным датчиком H7 с которым они так же как и полары прекрасно работают их стоимость будет примерно как и у поларов а именно в районе 14 тысяч рублей и это примерно 220 долларов США на момент создания ролика. Следующая модель у мосфита стоит всего 8 тысяч рублей на китайском тэмоле, а вот у поларов их модификация 2017 года обойдётся вам дороже в среднем на процентов 30 а именно около 15 тысяч рублей при этом они будут без нагрудного датчика. Вспомнив про мосфит бип с теми же функциями что и у поларов м400 за 4000 рублей хочется плакать. Сразу оговорюсь для тех кто скажет что к поларам можно присоединить датчик пульса а к бипам нет это большого значения не имеет. Ну вот один из самых весёлых для меня пунктов сравнение поларов и стратосов при беге на 10 километров на двух моих руках по датчикам геолокации. Здесь особое внимание я бы хотел обратить на то что и те и другие часы вообще не имели погрешности и разницы. Мало того что они показали то же что и датчик gps на телефоне аж до метра и да я не забыл на телефоне выключить голубой зуб так ещё и между собой они показали расстояние с разницей всего 20 метров которое я кстати просто прошёл пока не выключил полары. И напомню что бипы при сравнении с стратосами показывали то же самое расстояние на таких же бегах на 10 километрах. А самое важное это то что средний пульс на протяжении всей дистанции полары с нагрудным датчиком h7 показали тот же что и стратосы с датчиком ppg на моей вспотевшей руке в режиме когда снаружи мороз а вокруг капли пота. Вот что должно вас особо заинтересовать. Расшифрую для тех кто не понял или недопонял мосфит стратос показывают то же расстояние и тот же пульс что и полары м400 hr с нагрудным датчиком сердечного ритма h7 а так как мосфит бип показывает те же самые данные что и мосфит стратос можно сделать вывод что в принципе спортивные часы которые вы покупаете для бега для того чтобы измерять расстояние и следить за вашим пульсом можно купить и за 4000 рублей и не тратятся на нагрудные датчики либо на дорогостоящие часы топового уровня если вам не нужны какие-то особые данные но сегодня рассказ не об этом когда же я бегал с товарищем на следующий день 10 километров учитывая все наши повороты и окружности разница в дистанции у наших часов как вы видите оказалось всего 80 метров и через день на 13 километров всего 60 метров то есть менее 1 процента кто не подписан подпишитесь все товары о которых я рассказываю я в прямом смысле пропускаю через себя покупаю все себе сам если вдруг мне дают товары на обзор я вас об этом предупреждаю заранее потому что говорить честно пусть и субъективно моя основная задача кстати напоминаю про конкурсы mi band 3 и она band 4 ран эдишн разыгрываются раз в две недели условия в описании пойдем дальше материалы не знаю даже как сравнивать м 400 пластик стратосы это поликарбонат нержавеющая сталь и два с половиной д закаленное стекло устойчивая к царапинам и это факт можете посмотреть что за полгода я толком их не поцарапал а что произошло с м 400 вы и сами видите теперь про плюсы поларовского детища по моему мнению м 400 реально ремонтопригодны разбираются просто поменять все можно самому даже корпус покупается все на али и без проблем вы сами видите как их легко разбирать кнопки в отличие от стратоса крайне удобно утоплены нажать нечаянно невозможно реагирует довольно быстро и хотел бы отметить что в прошлом видео я сказал что джипс полары ловят в два раза быстрее и я был не прав сегодня несколько раз перепроверил по факту на открытой местности спутники они ловят примерно одинаково притом даже стратоса иногда быстрее а вот в условиях города полары ловят локацию быстрее на процентов 10-15 из важного на полары вы конечно можете купить любые ремешки на али но стандартные ремешки ваших часов вам на них не одеть стратосы всеядные вы можете на них вешать любой ремешок не задумываясь при том материалы штатных ремешков небо и земля поларовский пластик пусть и приятен на ощупь но не идет ни в какое сравнение со стандартным ремешком стратосов которые при том еще мега легко снимать по весу они примерно одинаковые сопрягаются с телефоном долго и те и другие но в плане сопряжения необходимо отметить два момента у поларов крайне удобная программа в компьютере к сожалению у стратосов программа только на телефон на телефон у поларов программа тоже есть но на этом я остановлюсь подробнее далее а второй момент связанные с сопряжением это наличие дата кабеля у одного и другого устройства Когда для поларов вам достаточно взять для зарядки и чтобы скинуть статистику для компьютера любой кабель с двумя выходами USB в компьютер и microUSB в часы, то у стратосов отдельная зарядка платформа, которую если вы потеряли, то печали не будет конца. В РФ купить ее не особо просто, если вы не житель Санкт-Петербурга или Москвы. И сразу про гарантию, так как мы вспомнили про то, кто где живет. Для поларов есть официальные гарантийные салоны, для эмэсфитов они тоже вроде бы и есть, но мои товарищи и я, кто с ними сталкивались обращаться, в них больше точно не будут. Даже учитывая цены, все сяомишные гарантийные салоны это просто огромный развод на деньги. Напоминаю про ремонтопригодность. Как понимаете полары, вы можете сами разобрать и переписать все номера плат, а вот с эмэсфитами, при том с любой их моделью, у вас вряд ли это получится. Пока не забыл, по активностям полары в бассейне, в отличие от эмэсфитов, бесполезны. Эмэсфит стратос просто радует. Хотя я все еще помню, как утопил свои эмэсфит пейс в бассейне и слегка побаиваюсь, сами видите, как много аналитики, стратосы дают в воде. К слову, эмэсфит бип в бассейне тоже бесполезен. У стратосов есть помимо гироскопа и высотомера еще датчик ППГ, датчик освещенности и компас, в отличие от тех же поларов. В довесок в стратосах двухъядерный процессор, и вы не только с них можете управлять музыкой на вашем телефоне, но использовать их как плеер. Что довольно просто, ведь в них 4 гигабайта памяти, из которых 2 гигабайта как раз для этих целей. Достаточно наушников с голубым зубом, и вы можете их юзать по полной программе. Смешно, что в стратосах 512 мегабайтов оперативной памяти, что больше, чем у меня в компьютере 2006 году. И для тех, кто не знает, со стратосов можно переключать треки на вашем телефоне. Про автономность вы уже наверное поняли, что стратосы в реальности в среднем живут около 5 суток, а вот полары при той же нагрузке около 18. И это данные на практике, а не лабораторные тесты. Но забавно то, что в режиме отслеживания пути GPS полары живут около 5 часов, а вот стратосы легко могут прожить и 8. Функции триатлона у поларов нет, и даже в следующей модели М430 она не появилась, а в стратосах она имеется. Помимо всего, в стратосах есть Wi-Fi, по которым вы можете просто выгрузить информацию в облако и обновить прошивку девайса. И ладно, что в поларе нет вибрации. На стратосах можно через программу Watch Face менять вид экрана и постоянно мониторить свой пульс. Да, и кстати, как у меня спрашивали некоторые из подписчиков, в стратосы можно загружать карты, и это очень круто. Я не стану спорить с фанатами поларов, но если вы отбросите свою слепую приверженность бренду, вы сможете понять и принять. Я был до этого просто уверен, что их нагрудные датчики, спортивные часы мирового бренда и GPS – это верх точности. Но при прочих равных условиях стратосы и бипы не просто не уступают, а во всем, еще раз, во всем лучше поларов. Следующий обзор, если вы пролайкайте и прокомментируете это видео, скажем так, на 500 лайков, я сделаю о топовых часах Garmin For Honor. Напоминаю про конкурсы 15 и 30 числа розыгрыша фитнес-браслетов Mi Band Triana Band 4 Run Edition среди моих подписчиков. Достаточно подписки, лайка, колокола и коммента. Победитель выбирается рандомно. Польза.ком рекомендует и Polare, и Amazfit. Спасибо за просмотр, подписывайтесь и удачи вам, дорогие друзья.